Войнаслужащий контрактник погиб в ДТП на северном обходе Ростова. По словам очевидцев, это было лобовое столкновение с машиной ВАИ. Шансов сотрудника военной автоинспекции не было. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Командование военной полиции совместно с правоохранителями устанавливает обстоятельства аварии. Переоборудованные подковидные госпитали больницы Ростова возвращаются к обычной работе. Эпидобстановка позволяет. Загруженность специально подготовленного коечного фонда меньше половины. В шестой горбольнице под госпиталь был перепрофилирован почти весь стационар. Подготовлены две сотни коек. Сейчас здесь лечатся 68 пациентов с ковид в терапевтическом корпусе, а новых таких больных принимать не будут. Хирургическое и гинекологическое отделения уже вернулись к плановому приему пациентов. Мы работаем по нашему профилю круглосуточно. Нам удалось в период ковида и развертывания здесь вне больничных пневмоний сохранить весь коллектив, все рабочие места, все на месте, все работаем по своему профилю. Подковидные госпитали в Ростове было перепрофилировано шесть медучреждений. Сейчас пациентов с коронавирусом принимают только в трех – Центре здоровья, 20 больницы и ЦГБ. При этом ЦГБ тоже начали переводить на оказание плановой медпомощи. Частично начнут сокращать койки и в КДЦ здоровье. Еще 22 человека с диагнозом COVID-19 умерли в Ростовской области. Спасти не удалось 11 женщин от 46 до 84 лет и 11 мужчин от 52 до 95. При этом число зафиксированных случаев заражения коронавирусом снижается – 271 за последние сутки. 106 положительных тестов в Ростове, по 9 в Гукове, Новочеркасске, Таганроге и Когольницком районе. Прививки от коронавируса сделали 85,5 тысяч жителей региона. За последние сутки привито 3,5 тысячи человек. В целом по стране заболевших больше 11 тысяч. 475 человек умерли, 16 тысяч выздоровели. Кубок России по гандболу снова наш. Никто не может отобрать трофею Ростов-Дона седьмой год подряд. Счет открыла капитан Моногарова, но Лада уперлась. Тольятинки повели в три мяча и только за пять минут до перерыва их удалось догнать. После первого тайма у ростовчанок было минимальное преимущество – 11-10. Но второй прошел без вопросов. Соперницы смогли забросить всего шесть мячей. Наши девушки настреляли 14. Так что победа в итоге сформировалась разгромная 25-16. Самой результативной стала Моногарова с пятью голами. Она же получила кубок из рук губернатора. Наших девушек этим трофеем не удивишь. А вот для главного тренера он стал первым в Ростове. Особенно я доволен нашей защитой. Она в приоритете. Наши вратари оба матча отработали хорошо. Насчет празднования. У нас будет в узком кругу небольшое празднование – борщ и водка. Но я уже плавно переключусь на игру с пудровкой. Про борщ и водку Юханссон, понятное дело, шутит. Игра Лиги чемпионов в Хорватии уже в субботу.